Мы ну просто с болью в сердце отрывали сейчас себя телемоста Россия-Украина. Давайте сначала о ваших впечатлениях первого часа. Вот что вы скажете, Роман, по тому, что вы увидели? Мы историю-то напомним, но скажите сначала свеженькие впечатления. Вы знаете, очень прикольная программа. И на самом-то деле я с одним тезисом, который звучал, согласен. В частности, о том, что нужно вести диалог, нужно говорить, нужно друг друга слышать. Единственный недостаток, что нужно говорить правду и не делать монтаж в головах. Потому что эти ребята говорят на самом-то деле правильные вещи, вспоминают советское прошлое, как наши деды воевали, станцию метро в Киеве, станцию Киевской в Москве показали. Это все здорово. Но о событиях, которые произошли за пять лет, они не говорят ни слова. Они как бы подводят к этому, но никто не решается это произнести. Ну вот, например, тут такой тезис. «Как повернусь вспять?» Спрашивает Мария Сцитель. А почему она не говорит? А что вспять? А что именно вспять-то? Да. Что случилось-то вообще-то? Или, например, бывший продюсер Ани Лорак говорит. Вот граница появилась. Какая граница? Где она появилась? Что-то передвинулось, наверное? Кто-то что-то нашел, а кто-то что-то потерял. Люди стоят на границах, страдают. И вот эти вот недоговорки одна за другой, одна за другой. И вот люди говорят, я не могу поехать к отцу на могилу. Трагедия человека, я говорю без никакой иронии. Да, но это не совсем люди. Такие известные имена, артисты, художники. Но мы же собрались поговорить, нам надо поговорить. Тогда надо говорить, почему украинская власть не пускает тех или иных лиц в Украину. А конкретно Владимира Меньшова, который не может поехать, он жалуется. Почему меня не пускают в Украину? Возможно, это связано с тем, что он поехал в Крым. Или подписал письмо. Подождите, подождите. Или, может, мне не надо это говорить, чтобы мы им подыгрывали. Интригу, да-да-да, держать интригу. Мы будем вот эти вот все суть проблемы, можем замолчать. И все будем удивляться, как же так, как же так. Или вот товарищ, он говорит, он надеется, что мы один народ, мы очень близкие. Ради бога, пусть думает, как хочет. Но единственное, что режет ухо, например, мне, он говорит, я надеюсь, это не выбор украинского народа. То есть, то, что произошло, то, что они не называют, это не выбор украинского народа. И это правда, потому что это не выбор украинского народа. Он имел немножко другое. Но, слушайте, мы возвращаемся к тем событиям, которые начались в 2014 году. На самом-то деле, сегодня очень важный день. 12 июля 2019 года. Ровно 5 лет назад родился распятый славянский мальчик. Именно 5 лет назад показали вот этот сюжет, который, ну, таких много было историй, но это как бы хрестоматийный. После которого масса граждан России поехала воевать в Украину, погибли. Ну, а, да, мы сейчас об этом не говорим. Нет, не говорим, нет, Роман, нет. Не портите праздник же, у нас же дискотека сегодня. И что получается? Получается вот такая, ну, какая-то странная история. Но мне почему-то кажется, что на самом-то деле российская пропаганда, она просто начала мутировать. То есть этот канал «Россия-1», где говорили масса гадостей, и продолжают говорить про мою страну, про Украину. Вот именно на этом экране с шилдиком «Россия-1» говорили, что у нас в школе заставляют детей что-то со снегирями делать. Их деросифицируют снегирей, и детей учат, потому что у них раскраска в цвете российского государственного флага, но поддерживать заставляют синичек в желто-голубых. Никто же это не опровергнул, а сейчас они как бы говорят о дружбе. Но получается так, смотрите, вот «Россия-1», у них, по сути, есть четыре таких многочасовых шоу в сутки. Одно «Доубеда» ведет Соловьев, потом Малахов, тоже многочасовое шоу, потом «60 минут», и потом Соловьев вечер. Малахов про Украину не ведет, он ведет желтое шоу. Подождите, он не вел, а вот теперь он ведет. И теперь у меня самый главный вопрос. То есть на трех проектах они будут гадить, обгаживать Украину, говорить, что мы фашисты и нацисты, и вообще плохие люди, и теперь вопрос. Когда в сутках мы становимся братским народом... Как это случилось за одну ночь, за один мост? Нет, дело в том, что получается, что вот в этих два часа мы как бы братья, а потом мы опять становимся кем? Врагами России. Да. Наших договоренностей. А именно, анонс в программе Дмитрия Киселева, которому много вопросов. Россия и Украина. Между нашими странами гораздо больше общего, чем мы привыкли думать в последние годы. Вы знаете, я далек от политики. Все, что мы хотели, это сделать праздник улыбок и счастья. Праздник улыбок и счастья. Вот, собственно говоря, вся фраза, которая вот говорит сама за себя праздник. Получился праздник улыбок и счастья? Вы знаете, самое наивное, а мы все-таки здесь не наивные люди, предполагать, что кто-то чего-то не знал или чего-то не понимал. И российская боевая двойка ведущих. И наши прекрасно все понимали. Кто сейчас придумывает разные оправдания своим действиям, ну, это пусть будет на их несовести. Если, особенно это касается украинцев, потому что, когда они говорят, что они хотели поговорить там о культуре и еще о чем-то, с телеканалом «Россия-1», не политически, без политически, да. То, напомню вам, что «Ньюзван» — это вообще-то информационный канал. И, несмотря на то, что считается, что он близок к куму Путина Виктору Владимировичу Медведчуку, тем не менее он показывает новости. Сводку с линией соприкоснования они читают каждое утром. И когда они говорят, что, типа, как бы можно об этом поговорить, а вот это вот забыть, я сомневаюсь. И поэтому не надо вот как-то серьезно, мне кажется, вот эти вот вещи воспринимать. Они просто на данный момент занимаются смещением фокуса общественного внимания. Они хотят сказать, что это там, кто, как вот в телевизоре было сказано, это война олигархов. Ни один еще олигарх не погиб, ни один. Не знаю, кто-то стал немножко богаче, кто-то бедней, но у всех все хорошо. Ну, у некоторых россиян проблемы в санкционные списки попали, но статус они свой не утратили. А тысячи людей на востоке Украины утратили свою жизнь. И когда эти люди хотят вот это просто взять и подвинуть, то я понимаю, у нас выборы сейчас, у нас модно говорить о мире, что все хотят мира. И это правда, все хотят мира. Я хочу мира. И это логичное желание любого нормального человека. Но когда вот сейчас, что происходит? Медведчук говорит, что надо там договариваться. Путин говорит, надо договариваться. И они все пальцем такой, а Зеленский не хочет. А Зеленский не может. Он пришел с мирной повесткой, но не может. У него не получается проголосуйте за Медведчука и за Путина. Путин с Путиным договорится. Вот суть этого всего. Это называется обман человека, обман избирателя, обман зрителя. И, наверное, журналисты этим не должны заниматься. Потому что как только они поднимают такие темы, как только они заходят в телевизор, они уже занимаются политикой. Вот как вы это видите? Я считаю, что такой диалог на данном этапе, он просто невозможен. Дело в том, что, чтобы разговаривать, всегда надо определиться с понятием. И пока в Москве и в Киеве по-разному называют одни и те же события, ничего не получится. Я спрогнозирую вам ситуацию, чем закончится этот диалог на самом первом этапе. Первый вопрос. Потому что невозможно разговаривать без политики. Потому что жизнь — это политика. Вот люди говорят, они без политики. Но почему-то поехать на могилы они не могут. Значит, политика в их жизни присутствует. И вот когда будет задан вопрос, чей Крым, на этом, в принципе, можно разбегаться. Да, закончить этот вопрос. Но, понимаете, чтобы вести диалог, как минимум, должны прекратиться боевые действия. А то как-то, ну, слушайте, вот сейчас я уже говорил, что под эти выборы, когда тут торговцы миром пытаются показать, что Зеленский не справляется. Ну, там же просто мочилово какое-то идет. Они стреляют с разного вида оружия, разные калибры. Все это, самолеты с ранеными летают с линии соприкосновения во все большие города, где военные госпитали летают. А нам говорят, что, типа, давайте мы это просто, мы вынесем это за скобки. Так нельзя. Так нельзя. Если вы хотите говорить, произносите все четко. Потому что вот народная артистка, которая из Киева приехала, она говорит, я хочу мира. Ну, тогда давайте спросим, между кем, между кем и кем. Если у вас, у нас гражданская война, то что-то мира хочешь здесь, в Москве, надо же как-то проговорить. Вот когда это будет сказано четко, тогда все получится. А сейчас получается так, что рисуется такой комичный украинский персонаж, Хохол. Назовите его Вячеслав Ковтун, вот так вот прям. Рушнычок вышитый, вот эта вот красивая корзинка, там наверняка должно быть сало, кусок хлеба. И цебулына еще. Ну и желательно бутылка горилки, закрытая не пробкой, а кочаном. Актриса привезла салы, вареники, корзинки, рушник. Можно, конечно, вот так вот это позиционировать. Но, поверьте, эти атрибуты, они могут быть и быть в современной украинской жизни. Но на этом все не заканчивается. Украина — это не только покушать, потанцевать и, я не знаю, там каким-то образом поразвлекаться. Просто они пытаются использовать вот этот, ну что ли, украинский имидж довоенный. Да, тогда это, в принципе, никого не трогало. Во многом мы были такими, а что мы, почему бы не поесть сало и не за горилкой. И не съездить в Москву. Но они эту страну убили. Нет этой страны уже. Этой страны нет. Вот, собственно, и все. И мало того, что умалчивают главный корень проблемы, как они говорят, вот, мы надеемся, что два президента договорятся. Мало того, что нашего Зеленского как бы динамят. Так возникает вопрос. У нас же был предыдущий президент. Что ж, у нас президенты меняются, они не могут договориться. Ну, во-первых, они его не просто динамят, они же его оскорбляют во всех своих шоу. Это же оскорбление. Они же его поносят, они его унижают. Буквально позавчера, когда выступал Жириновский, цитирую дословно. Мы, сколько, мы что должны слушать этого киевского клоуна? Над Киевом должен быть русский флаг. Кстати, вот эта вот артистка, она сказала, что я русская, я 52 года живу в Киеве. Почему мы ее не распяли до сих пор? Непонятно. Непонятно, что она там делает в живом состоянии. Вот на этом пропаганда дала сбой. Задачите этот вопрос гражданину из Украины, как его зовут? Роман. Роман. А вот скажите, а почему? Вы же здесь свободно ходите. Вас никто не... Ну, я вижу вас постоянно. А почему мы не можем свободно поехать? А я скажу. Можно? Можно? Я могу вам тоже. Я отвечу. Слушайте, все очень просто. А вот эти ограничения на перемещение лиц с российскими паспортами, они же не из космоса взялись. Это же вам неприятно, наверное, это слушать. Ну, это после того, как ваша страна оккупировала часть нашей страны. Вот знаете, если бы... Надо сказать, что на территории России не ведется военных действий. Если бы украинские танки были бы в Белгороде или в Ростовской области, поверьте, ситуация была бы другая. И вряд ли бы я здесь находился. Вот я летаю и езжу между Киевом и Москвой, и полные самолеты, полные поезда. И там не только граждане Украины. То есть говорить о том, что всех там не пускают, это является манипуляцией. Поэтому люди, которые готовятся к этим поездкам, они прекрасно проезжают, которые учитывают особенность сегодняшнего положения между государствами. Давайте...